идея и смысл произведения кавказский пленник льва толстого во время кавказской войны писатель лев николаевич толстой служил юнкером сражался с горцами на берегах терека и черного моря по мотивам своих приключений лев николаевич создал рассказ кавказский пленник произведение описаны нравы и быт горных народов главным героем рассказа стал пленный русский офицер жилин повествование ведется от лица автора развитие сюжета начинается когда служащий на кавказе жилин решает съездить на побывку домой вместе с офицером в путь отправляется приятель костылин из-за трусости которого оба военных оказываются в плену у татар в неволе жилин ведет себя храбро и рассудительно костылин жалуется проклинает судьбу весь сюжет построен на противопоставлении героев когда пленников заставляют написать родным письма с требованием выкупа костылин соглашается затем покорно сидит и ждет когда пришлют деньги жилин указывает на конверте выдуманный адрес чтобы не тревожить мать и начинает разрабатывать план побега каждый день офицер проводит с пользой помогает татарам по хозяйству мастерит кукол для детей один раз даже вылечил хозяина дома смекалистого не унывающего пленника захватчики начинают уважать первая попытка побега оказалась неудачной по вине костылина но позже жилин все же смог сбежать выбраться на свободу помогла хозяйская дочь дина с которой офицер успел подружиться костылина тоже освободили но намного позже после выплаты крупной суммы денег к тому времени пленник был едва живым главная мысль рассказа никогда не сдаваться если что-то не получается сразу нельзя сидеть сложа руки нужно продолжать стремиться к цели великодушный храбрый человек вызывает уважение даже у врагов именно благодаря смелости упорству и жизнелюбию жилин смог снова обрести свободу если вам понравилось видео то ставьте лайк и подписывайтесь на канал а еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео